Цветущий город труд сотен людей. Ежедневно коммунальные службы выходят на улицы, чтобы создать благоприятную и комфортную обстановку. Весенний период – одна из главных задач высадка цветов. Зимой сотрудники зеленхоза трепетно следят за саженцами в теплицах, а уже в начале апреля – на клумбах. Посадку специалисты начинают с анютиных глазок. Зимний цветок не боится морозов, а уже после на клумба города вырастают бархатцы, сильвия и даже вербена. Вместе с солнцем на улицы города вышли любители прогулок. Бобруйчане уже успели оценить флористические композиции работников ДЭПа. Это прекрасно, потому что мы должны быть более близки к природе, а не к этим машинам. Хотя у меня тоже есть машина, но я все равно люблю по парку погулять, воздухом более свежим подышать, как-то на травке ребенку плед постелить, летом посидеть. Каждый год высаживают цветы. Успели уже что-то увидеть, посмотреть. Ну вот сегодня я ехала на троллейбусе, смотрела на кольце. Там тоже в этих такие вазы сидят цветочки. Очень красиво. И на возле, вот где конь, тоже там. Мне очень нравится. Город молодеет, цветет, расцветает. Нестабильные погодные условия, холодные ночи и дождливые дни усложнили работу коммунальным службам. Однако процесс движется к финалу. Осталось нам завершить на Минской, это в районе кошкомбината, большую клумбу, но в основном уже посадка выполнена. Масштабное озеленение себя оправдывает. Город преображается на глазах. Уже высажено более 200 тысяч рассады. В планах еще 180. В программе не только обычные клумбы, но и дизайнерские фигуры. Карина Гуревич, Максим Галеонко, Бобруйск, 360.